здравствуйте дорогие студенты сегодняшняя тема лекции полигиональное моделирование в 3d max основные вопросы сегодняшней лекции это применение методов полигионального моделирования применение модификатора free from deformation применение модификаторов edit mesh и mesh smooth применение методов полигионального моделирования практически любой объект 3d max можно преобразовать в один из этих типов поверхности для этого правой кнопкой мыши вызывайте контекстное меню шелкните на пункт convert to и в контекстном меню выберите один из типов еще один способ работы редактируемыми поверхностями назначение объектов соответствующих модификаторов это edit poly для преобразования объектов в полигинальную поверхность и edit mesh преобразование объектов редактируемых поверхностей использование модификатор будет удобнее чем конвертирование объекта в редактируемую поверхность поскольку если результат вас не устроит вы сможете удалить модификатор и вернуться на этап работы предшествующих его применению операция преобразования вредактируемую поверхность является необратимой. Кроме того, использовать модификаторы удобно, потому что их применение можно комбинировать с другими модификаторами. Несмотря на то, что каждый из типов редактируемых поверхностей имеет свою область применения, поверхность типа Editable Poly и является более универсальной и используется для моделирования трехмерных объектов чаще, чем другие. К тому же в последних версиях 3D Max инструменты для работы с этим типом редактируемой поверхности постоянно совершенствуются, благодаря чему моделирование упрощается. Главные инструменты полигионального моделирования. В процессе работы с редактируемыми поверхностями можно использовать множество разных инструментов, причем они изменяются в зависимости от того, на каком уровне субобъектов вы работаете. Инструменты выделения. Прежде чем сделать что-нибудь с объектом, в 3D Max его обязательно нужно выделить. При работе с субобъектами действует тот же принцип. Для выполнения любых операций с субобъектами их можно выделить, а уже затем применить разные инструменты. В 3D Max есть набор удобных инструментов, которые заметно упрощают выделение субобъектов. Их можно найти в свитке Selection. Это выделение. В верхней части свитки Selection есть значки для быстрого переключателя между уровнями субобъектов. Инструмент Ring и Loop можно использовать на уровнях редактирования субобъектов Age и Border. Это у нас ребро и границы. Инструмент по кругу делает возможность выделить субобъекты по периметру модели, а Loop – это которые расположены на одной линии с выделенными. Рядом с кнопками для вызова этих инструментов находятся наибольшие кнопки в виде стрелок, при помощи которых можно перенести выделение не прилагающие области. Одень шелчок на такой кнопке и выделение смещения на одну границу или ребро. Инструменты выделения. Инструмент кров и сокращение также предназначены для выделения субобъектов. Они позволяют увеличить и уменьшить радиус выделения соответственно. При нажатии кнопки кров выделению добавляется субобъект, которые примыкают к выделению, а при шелчке на кнопке сократить, это наоборот, из выделения убираются крайние субобъекты. Еще один инструмент игнорировать невидимые участки также позволяет выделять субобъекты. Этот флажок нужно установить в том случае, если необходимо выделить только те области объектов, которые обращены к зрителю. При помощи переключателя, расположенного в группе настроек preview selection, можно выполнять предпосмотр перед объектом, перед выделением. При выборе положения переключателя off, который установлен по умолчанию, вы не заметите никаких изменений. Если выбрать вариант субобъект, то вы сможете наблюдать за тем, какие подобъекты будут выделены просто перемещая по ним курсор. Если удерживать при этом клавишу control, можно выполнить предварительный просмотр выделения нескольких под объектов одновременно. Если же установить переключатель в положении мульти, это у нас несколько, то к этому возможностью прибавится еще одно автоматическое переключение из одного режима работы с под объектами в другой. Иными словами, если, например, работая на уровне редактирования вершин, навести курсор на полигон, а затем, шерпнуть мышкой, будет выделен полигон и 3ds Max автоматически перейти на уровень полигон. Эта функция способна сэкономить не один час при моделировании сложных объектов. Плавное выделение. Возможность плавного выделения очень удобно применять, когда необходимо, чтобы разные инструменты воздействовали на выделенные под объекты с различной силой. При использовании плавного выделения на выделенные элементы объекта оказывается воздействие силы, зависит от расстояния, на котором эти элементы находятся от центра выделения. Для наглядности степени зависимости под объектом от выделения показывается в окне проекции градиентным цветом. Настройки главного выделения находятся в сетке Soft Selection. Для включения этого режима установите флужок Use Soft Selection, расстояние на которое распространяется параметром файлов. Это у нас воздействие в режиме Soft Selection. Определяется прилегающий параметр файлов. Это спад. Характер распространения взаимодействия на прилегающие под объекты. Устанавливается параметр сужение и bubble выпуклость. В данном цветке можно также увидеть кривую воздействие. Кривая тоже изменить свою форму. Благодаря этому можно визуально определить характер выделения. Есть возможность использовать главные выделения во всех режимах редактирования под объекты. Плавное выделение кистью. Определять характер мягкого выделения можно не только при помощи числовых параметров, но и используя виртуальную кисть. Соответствующие инструменты собраны в область Pine Soft Selection. Если до начала главного выделения кистью включить режим Shade Face Touch, то переключение в режимах затененных поверхностей, нажав одноименную кнопку, то грани будут по-разному окрашиваться в зависимости от степени влияния на них выделения. Это сделает выделение более наглядным. Работая в режиме Pine Soft Selection, то можно устанавливать размер кисти и силу надавливания. Для более точной настройки параметров кисти используется окно Point Options, которое можно вызвать при помощи кнопки Brush Options. Кривая деформация, представленная в данном окне, дает возможность точно описать профиль выдаваемой поверхности. Инструменты редактирования субобъектов Инструменты редактирования субобъектов собраны в двух свитках. Первый имеет имя Geometry, это название второго изменения в зависимости от того, в каком режиме субобъекты вы находитесь. Edit Polygons, Edit Редактирование вершин, Edit Ages Редактирование Робер и Edit Borders Редактирование Границ. И самый последний, Edit Elements, это редактирование элементов. Набор инструментов в этих свитках тоже изменяется, когда вы переключаетесь из одного режима в другой. Применять инструменты Extrude и Weble можно одними из трех способов. Нажать на кнопку с изменениями инструмента в свитке настроек для редактирования подобъектов, выбрать соответствующий инструмент в контекстном меню и шепнуть на небольшую кнопку Settings. Настройки, которые располагаются справа от кнопки с названием инструмента. В первых двух случаях выполнение операции производится на глаз при помощи значения параметров операции. Для инструмента Extrude основным параметром является высота выдавливания, а для инструмента Weble, Height и Out Amount – это у нас Outline Amount – это величина контура. Кроме того, для обеих инструментов можно выбрать положение переключателя Extrude type, тип выделения и Weble type – тип выделения со скосом. Если переключатель установлен в положении групп, то используется усердная Normal по всем выделенным подобъектам. Инструмент Outline – это контур D – дает возможность уменьшить и увеличить площадь выделенного полигона. Этим инструментом можно пользоваться только находясь на уровне редактирования подобъектов полигон. Инструмент редактирования субобъектов. Удобный инструмент МОСТ позволяет построить мост между полигонами, границами и вершинами, то есть соединить выделенные подобъекты. Этот инструмент доступен в режимах Polygon, Edge и Border. Инструмент Поворот вокруг ребра позволяет использовать для поворота полигон вокруг выделенного ребра. Доступен только в режиме редактирования Polygon. Инструмент Extrude Along Spline – это позволяет выполнять выделения на основе сплайна заданной формы. Доступен только в режимах работы Polygon. Инструмент Connect позволяет соединить выделенные вершины, ребра и границы. Соответственно, используется на уровнях Edge, Border и вершина. Инструмент CAP замыкает образованные пустоты внутри замкнутых границ полигона. Имеется только в режимах редактирования Border. Инструмент Chamfer позволяет создать фаску на месте ребра или вершины. Соответственно, используется на уровне вершина, ребро и т.д. Инструмент Chamfer, как и инструмент Extrude и Webble, имеют дополнительные настройки. При помощи параметра Chamfer Mode задается размер фаски, а флажок Open позволяет определить, нужно ли уделять поверхность, образованной в результате применения инструмента. Инструмент Create и Delete предназначены для создания новых или удаленных старых подобъектов. Соответственно, инструмент Attach и Detach позволяют соединить подобъекты к оболочке и отделить от нее. При помощи инструмента Detach можно получить объект, который будет независим от основной модели. Инструмент Attach – это присоединить. Применяется, например, когда нужно выполнить одну и ту же булевую операцию по отношению к нескольким объектам. Допустим, при помощи булевого вычитания сделать окно в стене дома, используя два параллелепида. В этом случае лучше не выполнять операцию с каждым параллелепипидом отдельно, а при помощи инструмента Attach объединить их в единый объект и произвести булевое вычитание. Инструмент Collapse – это дает возможность удалить выделенные подобъекты. Инструмент Slice Plane – это по свойству действия напоминает модификатор Slice. С его помощью можно изменять топологию поверхности, разреждая подобъекты при помощи плоскости. Инструмент M-Smooth – это M-Smooth. Это позволяет сглаживать модель, он является аналогом модификатора M-Smooth. Подробнее об этом модификаторе рассказано ниже в этой лекции. Основным отличием инструмента M-Smooth – модификатор является, что его можно применять к выделенным подобъектам. Инструмент разбиения граней предназначен для, например, уплотнения полигональной структуры поверхности. При работе с этим инструментом можно выбрать один из вариантов разбиения поверхности – HGFST. В первом варианте оболочки происходит следующим образом. В середине каждого ребра образуется вершина, после чего эти вершины соединяются линиями. Во втором варианте – FACE. В центре каждого полигона добавляется вершина, после чего она соединяется линиями с вершинами, существующими ранее. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok